Всем привет! Меня зовут Николай Алексеев. В этом выпуске погнали ловить жирную, осеннюю, красивенную уклейку на поплавок. На дворе у нас уже середина ноября. Наверное, в ближайшие дни уже станет первый лед. И вот остались буквально несколько считанных дней, которыми хочется воспользоваться и половить именно рыбу по открытой воде. Именно уклейку, потому что она вот неимоверно вкусная именно осенью. И можно поймать намного больше, чем в другие периоды в течение года. На самом деле уклейка является, наверное, одной из самых культовых рыб наравне с карасем. Ее ловят. Но единственное отличие, например, от того же карася, что уклейка не такая привередливая к насадкам, к снастям. То есть ее можно ловить, грубо говоря, начиная от того, как растаял лед и практически до самого ледостала. Ловить можно на все. На червяка, на опарыша, на хлеб, на мотыля, на жвачку, на сыр, на сало, на колбасу, даже на пустой крючок. И, наверное, многие начинали свою рыболовную карьеру или вообще свою рыболовный путь вот именно с ловли и уклейки на поплавочек. Едем мы в Ярославскую область. Ну, точнее, из Ярославля в Ярославскую область на реку Соти. Достаточно известная река среди рыболов. Я с детства, наверное, как вот только удочку взял в руки, уже знал, что это река. Из меня возил сюда отец за крупной платвой со льда, лещами, подлещиками и прочими всякими интересными крупными рыбами. Это достаточно такая узкая речка, протяженная по всей области, много различных поворотов, много всяких интересных мест. И, в принципе, здесь можно ловить, ну, практически всю рыбу, которая обитает в Волжско-Каспийском бассейне. Так, Кирюх, а что все начинается-то обычно? Обычно, как обычно, когда мы приезжаем на рыбалку, мы начинаем с уборки берега, с мусора, чтобы в кадре ничего не было. За людьми убрать мусор. Никому же это надо наесть, напить и оставить все вот здесь вот, чтобы... Ну, людьми-то их трудно назвать. Ну вот, начинаем. Как это? Подари чистый берег Сати. Рубрика маленькая. Ребята, а вы знали, что Авито это сервис, который позволяет не только покупать и продавать вещи, искать себе новые квартиры, но еще здесь можно продать выгодно свой автомобиль. Ежедневно, по статистике, более 5 миллионов человек по всей стране ищут себе новый автомобиль. Как и я, кстати, несколько месяцев назад. Так что продать свой автомобиль на Авито не составит большого труда. В жизни бывает разные ситуации. Кто-то хочет улучшить жилищный вопрос, кто-то пересесть на более комфортабельный автомобиль, кому-то срочно понадобились деньги. Да и всегда хочется продать по максимально выгодной цене и не откладывая в долгий ящик. Приложение Авито можно установить на телефон, работает быстро и понятно. Заходим в раздел Авто, выбираем необходимые параметры. Только в моем городе Ярославле плюс-минус 200 километров можно найти десятки тысяч объявлений. Причем треть из них примерно автомобили стоимостью выше 2-3 миллионов рублей. Здесь различные Лексусы, БМВ, Мерседесы, Тойоты, различные корейские автомобили, Киа, Хюндай, Рейндж Роверы. Короче, каждый найдет себе машину по бюджету. Вот, например, хороший вариант. Тойота РАВ 4, 2020 год. Заходим в объявление. Фотографии 22 штуки со всех ракурсов. Спереди, сзади, сбоку, с салона. Предварительно, ну вот, визуально выглядит очень круто. Ну, захотелось бы мне, конечно, такое объявление рассмотреть. Чистенько, опрятненько, все прям конфеточка. Пускаемся к описанию. 2020 год, 34,5 тысячи пробега, один хозяин, 2,5 литра, полный привод, 205 лошадиных сил, бензин, автомат, привод полной комплектации, Adventure, черный, левый. Мне кажется, бомба вообще объявления. Цена, судя по авитооценке, справедливая. Авитооценка это инструмент, который анализирует параметры автомобиля и выдает цену за него. Поэтому оценка действительно уникальна. Так что, если хотите быстро, выгодно и без лишних проблем продать свой автомобиль, ссылку на авито оставлю в описании под видео. Погнали! В любом случае, главный совет, прежде чем начинать рыбалку, нужно сначала замешать прикормку. Потому что она должна какое-то определенное количество времени впитать воду, разбухнуть. Ну и, соответственно, стать в том первозданном виде, в той консистенции, которой вы планируете ловить рыбу. Так как у нас сегодня ловля у клейки, это чаще всего поверхностная рыба. Ну, может быть, там глубины максимум, на которой будем ловить метр-полтора. Соответственно, будем делать такую пылящую прикормку. И для этого нам нужен вот будет один пакет уклейки. И один пакет, так как у нас холодная вода, будет зимней прикормки, зимней моты. Наверное, логично и понятно, почему будем использовать один пакет уклеечной смеси. Потому что мы будем ловить уклейку. И я чаще всего высыпаю не полностью все содержимое пакета, именно когда на уклейку иду. А, ну, процентов 80, наверное. На всякий случай, может дождь пойти, может консистенцию не так, с водой что-то не угадаем. Оставляю немножко сухой, чтобы на случай, если нужна будет пылящая прикормка, можно было сухой туда немножко досыпать. И у нас получится такая, возможно, переуложненная, но с сухими частицами. И тогда она будет работать и, ну, как говорится, во всех слоях. То есть пылить будет во всех слоях. Потому что уклейка – это достаточно такая активная рыба, которая в слое питается. Ей нужно, чтобы постоянно кипишило, и постоянно нужно подбрасывать прикормку, чтобы шел шлейф. Почему зимняя прикормка? Ну, наверное, логично. Чаще всего вот проверенные производители, они делают зимнюю прикормку, в нее в состав добавляют измельченный живой компонент. А так как вода холодная, метаболизм у рыб уже немножко такой заторможенный, так скажем. Да, они не сильно начинают питаться перед зимой. И вот именно животный компонент активизирует на поклевку и, соответственно, возбудораживает аппетит у рыбы. Поэтому зимняя прикормка. Но еще у нас будет еще один ингредиент. Многие производители делают вот такие вот выжимки из различных животного компонента. То есть в данном случае это мотыль, потому что, ну, мотыль всегда для всех рыб является, наверное, одним из главных источников питательных веществ. Кстати, именно состав мотыля очень близок к составу гемоглобина крови. Так нам рассказал один из ученых. Но так как, вот, например, данный производитель делает вот эту вот выжимку на глицерине, то лучше ее добавлять в последнюю очередь, потому что она не так быстро дает разбухнуть при кормке. Ну и плюсом ко всему все-таки весь аромат хочется оставить именно в последнюю стадию при кормке. Поэтому сейчас замешиваем первый замес на воде. Примерно на две пачки, то есть на полтора килограмма нам нужно будет где-то литр воды. Но я думаю, в первое замешивание как раз где-то пол-литра будет достаточно. И, соответственно, уже дольем пол-литровкой. Кстати, еще лайфхак ловить глицериновые всякие вот такие выжимки. Если на таких выжимках глицериновых замешивать при кормке зимой, даже если ее хранить там в ведерке или в ящике, она у вас не будет замерзать. Она будет в том состоянии, в котором вы ее увлажнили к моменту рыбалки. Так, сначала все это перемешаем, потому что два компонента, два вида при кормке. А использую шуруповерт не потому что мажор, а потому что это удобнее. И когда холодная вода, ну не хочется лишний раз возиться с грязными руками, проще замешать и более равномерно размешать воду и все компоненты, которые вы будете вводить, все-таки с помощью шуруповерта. Поэтому вот такая вот фука. Да, вот смотрите, как она получается рассыпчатая. То есть, какая бы ни была классная прикормка, все равно шарики такие, где-то много воды, где-то мало, все равно остается. А шуруповерт она равномерно все 100% перемешивается. То есть, сейчас 3-4-5 минуточек подождем, пока впитается первая влага. Сделаем второе увлажнение и можно будет идти разбирать рабочее место. А потом уже придем непосредственно уже перед рыбалкой, дольем наш мотылевый экстракт в эту прикормку и приступим к рыбалке. Оставайтесь. Тут опять есть такой момент, то есть, на уклейку используют обычно два вида корма. Либо его недовлажняют, делают сухой, чтобы он такой весь сыпучий был, либо, наоборот, переулажняют и делают из него кашло. Ну, такой вот прямо суп-суп-суп, чуть ли не ложкой вот так вот забрасывает. Но чаще всего вот на суп ловят на очень коротких дистанциях, на удочках там, у клеечных типа 2-2,5-3 метра, ну, может быть, 4, потому что, ну, вот это вот полевок вот просто на более дальнюю дистанцию, ну, очень сложно закинуть. Вот. Поэтому мы будем делать, скорее всего, недовлажненную. Вот она сейчас постоит, попитается. Благо у нас на улице еще температура достаточно теплая, поэтому можно на улице, она будет доходить. А вот в зимнюю погоду, конечно, все-таки рекомендую замешивать прикормку, ну, или там близкую к нулю, все-таки лучше замешивать дома, потому что в холодной воде прикормка очень долго питает, впитывает влагу и набухает. Так, в нашей рыбалке у нас сегодня будет участвовать. Два лучших уклеясника Ярославской области, Юрий и Ян. На реке Сочи, короче, они здесь уже не первый раз. В принципе, на это место мы и поехали с их наводки. И они каждый год, ну, насколько я знаю, закрывают сезон открытой воды по уклейке именно здесь, на Соти, вот именно на этой локации. Она здесь собирается, здесь какая-то яма, лучше ты расскажешь. Что здесь такого? Почему здесь именно уклейка и почему Сочи? Нет, здесь потому что там мелководье идет, а здесь идет ямка. Когда вода остывает, она идет, ну, где яма собирается в стойке. Ну, даже видно сейчас, вот мы приехали, были небольшие, как я понимаю, опасения, что может она сегодня не будет клевать. Были такие опасения, но... Судя по кругам, на воде. Так что, короче, рыбалка сегодня будет. Из многочисленных рыбалок здесь, вот, из такого опыта, я скажу так, вот осенью пока, вот бывает как, ледок встал, ледок растаял, приезжаешь, ее уже нет. То есть, ей кушать нечего сверху, она пропадает. А в этом году ледка еще не было, поэтому можно еще будет половить. Есть такая примета, что надо поймать первую рыбу, а потом разложить в садок. Вот. Будем поддерживаться ее, потому что пока рыба не клюет. Но говорят, что активность у клейки наступает обычно к обеду, в осенний период, когда солнышко поднимается максимально высоко. Для чего нужно вот такое подобное рабочее кресло? То есть, все мы люди и все стремимся к комфортному времяпрепровождению. Мы там, не знаю, в квартире обустраиваем себе, чтобы у нас комфортный диван, комфортная кухня была, комфортно готовить было, комфортные машины, если позволяют средства, да, чтобы ездить и наслаждаться. То же самое с рыбалкой. Здесь для того, чтобы получать максимальное удовольствие, нужно, чтобы тебя ничего не отвлекало от самого процесса рыбалки. Поэтому вот подобные такие вот всякие кресла, обвес, нужно для того, чтобы получать комфорт от рыбалки. То есть, полностью на 100% на процессе рыбалки. Но еще главное, чтобы рыба клевала. Поэтому, когда ты сидишь вот в такой подобной обстановке, у тебя все под рукой, тебе не нужно вставать, не надо куда-то там нагибаться, как вот товарищ у нас вокруг. Туда повернулся, сюда повернулся, здесь присел, тут пристал. Здесь ты сидишь и просто чуть-чуть-чуть-чуть сосредоточился. Не клюет, думаешь, здесь поменял поводок, поменял мотыля, подкинул прикормки. Ну, короче, такая фигня. Сейчас будем, в общем, разбираться с процессом рыбалки. Вот за годы ловли уклейки в спортивном и в любительском режиме у меня, наверное, выработался самый главный крючок, размер и форма, с которой я начинаю ловить уклейку, ну, практически любого размера. Это вот модель 1050 по Японии. Крючок вот такой вот формы, не знаю, какой-то кристалл, что ли. Вот именно 20-го номера этот крючок вот прям всегда ловит любую уклейку. И, ну, прям в неимоверных количествах леску обычно на поводке используют такой вот диаметра либо 0,09, либо 0,1. Хотя есть мнение, что у продвинутых рыболов, что лучше ловить уклейку вообще напрямую без поводков, чтобы не было лишних каких-то сцеплений из-за цепления. То есть мы, например, ставим там леску 0,1 или 0,12, в зависимости от активности рыбы. И прямо напрямую, то есть привязали поплавок, нацепили грузики и привязываем крючок прямо к основной леске. Тогда никаких узлов на леске нет. И, соответственно, говорят, что такой способ иногда прям вот самый оптимальный. И даже в спорте, если нужно поменять, например, оборвали крючок, то проще поменять готовую оснастку, которая у вас уже заготовлена, такого же грамма с таким же крючком, чем перевязывать поводок. Но это не точно. Но обычно на поплавочной рыбалке я беру несколько разных длин удочек, чтобы понять, ну, то, что приезжаешь, когда новый водоем, не знаешь, что ловить, на какой дистанции будет клевать. Поэтому вот у меня обычно, ну, на сегодняшнюю рыбалку три удочки. Вот они все подписаны. Четыре, пять и шесть метров. То есть, конечно, чем короче удочка, тем она легче, тем, соответственно, мелкую рыбу ловить удовольствие доставляет больше. Но бывает, что она стоит достаточно далеко от берега, поэтому приходится ловить уклейку и на пяти, и на шести метро. Но сегодня попробуем. Начнем с четверки, будем кормить ее. Если ребята вроде как на пятерке будут ловить, если у них будет дальше рыба, или она крупнее будет, соответственно, достанем уже пятерку и будем ловить чуть дальше. Ну, пока начнем с четверки. Прикормку разложили сразу под руку, чтобы можно было сразу маленькие шарики лепить. Заброс, прикормка, заброс, прикормка. Ведро с водой, чтобы можно было руку мыть, чтобы не совсем как эти поросята выть. Ну, и полотенчик забросил, помыл, вытер, поймал. Ну, примерно такой расклад. В идеале, конечно. Все, поехали. Первый исторический заброс из закрывающего, возможно, сезона открытой воды 2022 года. Да, кстати, смотрите, что лайфак от калька. Мотыльница на руке я зимой использую обычно, ну, чтобы быстрее рыбу ловить со льда на мормушку. Ну, и вот в осеннее время тоже удобно, когда особенно минусовые температуры. Здесь она от руки немножко греется, ну, и плюсом удобно. Не надо где-то там искать мотыля. Раз, сразу открыл, насадил. Удочку достал, забросил. Корма кинул. О, да, техника. И поехали. С первого заброса не клюнуло. Говорят, плохая примета с первого заброса ловить. Поэтому дождать не будем. Сразу вымотаем. Чук. Кирюка-богор. Ура! Ушли от нуля. Первая уклеена. О, сразу, смотри, дуплим. То есть они, похоже, тут подходят. Первая уклеена. Когда ловишь первую рыбину и так долго ждешь, прямо получаешь неимоверное удовольствие. Хоть она и не крупная, но, в принципе, такая красивая. Смотри, какая. Осенняя. Красивенная. Похоже на мелкую селедку. Кстати, у Яны есть рецепт, может быть, мы когда-нибудь снимем, как сделать из уклейки селедку. Если ее правильно посолить, то это получится селедка на минималках, короче. Примерно такая. Ну что, первую рыбу поймали, поэтому достаем длиннющий садок. Длинный не для того, чтобы много рыбы поймать, а для того, чтобы рыба была в целости и сохранности. Мы его тут далеко не будем. Вот здесь вот в ноги кинем, чтобы уклейка осталась свежей и живой, потому что много нам не надо, если вдруг начнет клевать. Несколько штучек 15 возьмем на жареху, остальное отпустим обратно подрастать. Расклад примерно такой. Сразу такое воодушевление и отпущение. Все поклевки в основе идут в конце проводки, то есть течение у нас туда. Соответственно, кормлю ее в начале проводки. Возможно, пока вот это падает, мутящаяся история одна дно, и вот там вот немножко начинаешь притормаживать поплавок леской, и вот там в основе все поклевки происходят. Оп, 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 смотри сразу. Видал? На колечко, на одного. Самая крупная уклейка. Может, мы разгадали тайну осенней уклейки. Вот это самая крупная, крупная. Так, вода толстая. Лови, 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 так что-то. Так бывает, что. Сразу нападение, то есть заброс, заброс шарика, пока грузики выстилались, поплавочек как медленно уходил, бульк сразу ушел. А ну, а ну, а ну, а ну, а ну, оп, оп, дал немножко свой... Нифига, лещ. О, видали? Лещ пришел. Ничего себе. То есть мы поймали густеру. Сейчас, это... Нет, это густерка толстая. Густерку, плотву, уклейку. Так что у нас сегодня такой в рационе разнообразный микс белой рыбы. Короче, мы придумали челлендж. Кто из нас троих меньше поймает сегодня рыбы, тот чистит рыбу. Мне кажется, справедливо будет. Ну что, похоже, это, наверное, завершающая достаточно хорошая кулинарная уклейка. Сейчас будем доставать, смотреть, что у нас получилось за там 3-3,5 часа, сколько уклейки поймали, сколько рыбы поймали. Отберем сейчас крупную и пойдем ее готовить. Оставайтесь. Ну что, смотрим улов. Наверное, понесем его наверх, чтобы удобнее было, потому что здесь сейчас всю рыбу растеряем. В принципе, неплохо, мне кажется, получилось для там 3-х часов короткого светового дня. О, смотрите, сколько уклейки. Классно провели. Денечек, осенняя рыбешка. Подались вот такие крупненькие, вот такие хорошие, жирненькие, уклеены. То есть, в принципе, тут есть на пару жирных сковородок. Мы сейчас что-нибудь отберем. А мелочь, соответственно, отпустим. Давай сразу вот сюда, вот ведерко. Да, ну и все, а большую часть обратно подрастать. Все, давай, будете. Все, всем пока. Ни одна уклейка из 20, которая будет пожарена, при съемках данного видео не пострадали. Так, ну, значит, сегодня на рыбалке я использовал поплавочек грузоподъемностью 0,6 грамма, вот такой вот вытянутой формы. Есть мнение, что вот именно при ловле уклейки вот такие поплавки работают лучше, когда именно активная уклейка, и она клюет слой. То есть, за счет того, что длинное тело, он так ложится на воду, и плавненько опускается насадка. Ну, так как у нас сегодня она клевала в стоячем положении с определенного яруса, то есть, ну, в принципе, сегодня поплавок не особо важен был. Самое главное сегодня в том, что нужно было именно ловить легкими поплавками. То есть, обычно в уклейке используют поплавки, ну, от 0,2 граммов грузоподъемности до граммов. Вот я, например, и сам пришел к выводу к тому, что поймал сегодня меньше рыбы, потому что ловил на достаточно тяжелый поплавок, и вот эта неактивная, можно сказать, даже слишком пассивная уклейка, ну, ей тяжело просто бороться с таким грузиком было. Поэтому, возможно, у нас получилось чуть-чуть лучше за счет того, что маленький грузоподъемный. Ну, на всякий случай, у меня есть запасные вот оснастки. Есть громовый поплавок примерно такой же формы, есть вот классическая бочка, но чаще всего вот бочку используют на течении. Из нюансов, значит, уклейка сегодня клевала достаточно глубоко, глубина практически 2 метра, хотя мы ловили на удочку 4 метра. Из как правильно разгружать груза. Вообще, то есть, по классике используется набор разных маленьких дробинок изгрузил для того, чтобы их можно было регулировать вот по самой леске, и, соответственно, чем равномернее мы распределим эти грузики, тем более плавная подача будет приманки. То есть, если бы, опять же, уклейка клевала в ярусе, то можно было бы эти груза раздвигать, чтобы оснастка так плавненько падала. Но сегодня она клевала четко вот в каком-то определенном ярусе, даже чаще при притормаживании поплавка, поэтому я сместил основную часть, так называемый балк, грузил к низу, чтобы максимально быстро до нужного яруса доходила оснастка. И уже вот здесь вот через буквально там 15-20 шел последний подпасок и 10-сантиметровый поводочек, чтобы, ну вот, хотя бы как-то вот плавненько доставлять остаток уже вот оснастки до рыбы. Вот. Ну и, в общем-то, и все из нюансов. Ну и так как у нас был челлендж, кто поймает сегодня меньше уклейки, тот чистит рыбу. Ну и в этом, так скажем, небольшом споре один все равно оказывается проигравший. Ну, как ни крути. Поэтому Ян сегодня чистит. Рыбой тоже надо уметь. Тоже надо уметь. А он знает, как правильно подходить к уклейке, как правильно ее чистить, как быстро ее чистить. Ну и, соответственно, а дальше мы уже после... Я скажу, почему я сегодня, можно сказать так, проиграл. Поплавок полтора грамма. Полтора грамма ловил. Течение идет справа налево. Я сидел самый крайний справа. Вот. Подкормки больше было с левой стороны. Вот. Поэтому концентрация уклейки была левее. Все поклевки у меня были слева. Вот. Но самое главное, была у меня ошибка. Я не догрузил поплавок до конца. И поплавок полтора грамма. Ну вот в этом мы и сошлись в поплавках. Так что я пошел собираться пока быстренько. Мне-то дольше, чем всем остальным. Домой приносишь, когда ее уже здесь почистишь. Домой принес. Она прямо, как сказать, вообще прямо супер свежая. Начинаешь жарить, она же прямо как бы вздувается немножко. А когда уже полежит в холодильнике, то есть мороженое, когда ее размораживаешь, то есть почистил, начиная жарить, немножко уклейки теряются вкус. Лучше ее прямо вот, можно сказать, практически живую. Чистить и в этот же день пожарить. Очень вкусно. Кидай прямо в меня. Чуть не пыла. Вот была поймана самая крупная баклейка. Это сегодня рекордная. Да, это у нас вот один из самых мудрых рыбаков поймал Юрий Палыч. Смотрите, красивая какая. Прямо вот, отъелась уже, жирненькая, красальная. Сейчас мы ее почистим, пожарим и съедим. Слушай, такого еще не было. Я такой первый раз вижу. Блин, углейка на сковородке прыгал. Блин, сейчас сейчас на сковородке прыгает. Такая у нас, короче, офигеннейшая уклейка получилась в манке. Пахнет шикарно. Но в муке, к сожалению, мы вам показать не сможем. И рейтинг, соответственно, провести тоже. Потому что у нас закончилось масло по какой-то причине. Кто-то мало взял. Это, скорее всего, был я. Так что сейчас едим уклейку в манке. Благодарим речку Соти за прекрасный проведенный день на реке. За такую крупную, вкусную, жирную уклейку. Я думаю, что вкусная она 100%. Ну и обязательно увидимся в новых выпусках. С новых рыбалок, с новых мест. Возможно, даже с новых регионов. Так что оставайтесь с нами и пока. Субтитры подогнал «Симон»!